Привет, с вами Мисс Фиби! И на этих выходных с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге в экспо-форуме прошел очередной юбилейный Старкон. Когда я не думал, что если ты посылаешь запрос в космос, то что-то возвращается. Вот в данном случае, вот в интернете, девушка помогла, я вообще не знаю даже, помогла найти, и это оказалось оправой один в один, как в фильме. Все, на что у меня хватило рук. Остальное, револьвер из 3D-печати, тоже мастерская casual view, дальше название не помню. Они делали шляпу, я сам нашел в Великобритании. Она мне немножко велика, мне пришлось подстричься, потому что с париком немножко не угадали, он, короче, оказался. Мне пришлось подстричься. Я обалдел, когда он подстригся и выложил фотку в Инстаграм. Шляпа у меня рассчитана была на парик. Пришлось подложить сюда свои объявления о розыске, специальная подкладка, чтобы шляпа в Великобритании, чтобы она была как раз. Вот этот револьвер мне красил, человек у него, ник Райден Тесла. Ну, я-то весь черно-белый, как бы, да, а он уже начал ручку красить, кидает мне фотку, я говорю, слушай, а я же в ЧБ. И он такой, блин, нам было так жалко, на самом деле, он так классно покрасил. Не знал, что так можно выражать свою какую-то любовь к чему-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Давно занимаетесь косплеем? Я, да, с 2011 года. Это мой первый образ, только начало в этом году. Тогда сразу вопрос, почему вела Снежка? Да, вот друзья сказали, что очень похоже на этого персонажа, поэтому вот решили попробовать. Эксперимент удался. По времени, ну, наверное, месяца три готовили, пока там все, пока все нашли, пошили и тому подобное. В принципе, самая основная сложность была в ткани, чтобы найти с подходящим узором, ну, и, в принципе, там остальные аксессуары. Как бы, в основном, это то, что на платье вот это проблемно было. Ну, а Викторию, в принципе, месяца за два тоже сделали. Ну, если в рублях, то, может, мой костюм тысяч, наверное, 11, где-то так. Может, 10-11. А у тебя сколько? У меня, получается, около 8 тысяч. Детей радовать. Ради искусства, не жалко. Ради искусства. Тут столько Локи, тут они Локи и Торы в последнее время. Очень много Локи. Причем все Торы толстые. Такой самый популярный косплей. Самый простой. Где-то, ну, тысяч 6 рублей, наверное, суммарно на платье, на ткани, на пошиву шло. Остальное, как бы, уже все остальное. А у тебя какая самая дорогая? Все платье. В принципе, ну, одно, одно целое, здесь какие-то платья, тут крафта мало. Сложнее было найти бархат нужного цвета, так, чтобы он был с небольшим блеском. Не так, чтобы прямо светился, а вот именно благородный блеск. Особенно вот... И красный, да, чтобы красный красивый был, развивающийся. Да. Да, ну, плюс на корону тоже доволен потратиться тоже. Кстати, из чего корона сделана? Что-то дерево, пластик? Корона нет, это из пластика сделана. Папье-маше? Грубо говоря, вырезана, соответственно, с камнями, с камнями отлитыми вручную. Ну, и, соответственно, покрашено золото и состарено. То есть, можно было из металла сделать, ну, как-то решили с пластиком, но более практически. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Субтитры подогнал «Симон» Меня зовут Алена. Давно ли вы занимаетесь косплеем? Косплеем я занимаюсь больше 15 лет. То есть, это у меня такой, да, довольно-таки уже большой срок, то есть, я одна из старичков. С чего началось? Я так понимаю, это любовь раз в 15 лет. Ну, началось это просто как некий интерес к данной культуре. Все-таки, я думаю, многие там дети особенно любят в разные праздники, когда там можно было красиво как-то одеться. Тем более, это всегда хорошее настроение, ну, ощущение праздника. И тут оказалось, что есть такое даже направление, и это не просто там карнавал, а можно сделать своего любимого персонажа. И это не будет казаться каким-то таким странным действием. То есть, некий круг по интересам. И постепенно это все выросло в такие глобальные конвенты, которые начали собирать в себе вот тысячи и тысячи людей. Лара одна из, наверное, самых любимых для меня персонажей, потому что это самая первая игра, которая поиграла на PlayStation 2. Это как раз четвертая часть Лары Крофт, The Last Revolution. И для меня это было как вот, не то чтобы идеал женщины, но она была и красивая, и боевая, и при этом она была археологом. То есть, прям вот все в совокупности меня как-то очень, наверное, вдохновляло. И я очень долго готовилась, даже скорее морально, к тому, чтобы ее сделать. Потому что для меня это было что-то такое, что нужно сделать либо хорошо, либо никак. Костюмов было очень много из, например, таких, которые непосредственно были на данном конвенции на Старклоне. Это была Сарк Эриган из Старкрафта, точнее даже Королева Клинков, потому что она там уже была в перевоплощении. Потом это была Кеми по Street Fighter и была Катарина из игры League of Legends. Я всегда приехала с молодым человеком. Он просто ходит как зритель. Поняли, поняли, есть. Конечно, конечно, есть. Поэтому он просто ходит, показывается, общается со знакомыми, а я вот хожу в кастплее. То есть вы одиночкой ни в какой фан-группе? Не-не-не, в кастбэнд ни в какой не вхожу, в плане именно вот на данный момент. Просто приехала. Ну, я здесь очень знаю много людей, поэтому одиночества никакого не испытываю. Потому что ты проходишь просто буквально там 100 метров, у тебя... Поэтому нету чувства, что ты здесь один. А сейчас все подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Никаких-то грубых моментов, ничего нет. Все очень тактичные. Поэтому на данный момент мне комфортно максимально. То есть никаких косых взглядов, никаких там шуточек. То есть все довольно-таки хорошо, цветы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Меня зовут DimaTorzok Давно ли занимаетесь косплеем? Порядка десяти лет Почему? Я люблю ручную работу, а тут нужно было познавать очень много разных профессий из разряда визажиста, парикмахера, швии, крафтера Как это называется? В общем, театральной профессии Когда-то я косплеила другого персонажа Какого? Из Хикару Ноготоя Акера И это был мальчик с темным коре Его я косплеила из-за его... Ну, во-первых, из-за того, что внешность мне импонировала А во-вторых, из-за того, что, ну, близкий образ в смысле личности Хотелось бы косплеить Гамору из Marvel Universe Не пугает, что она вся зеленая? Я уже сидела ее грим Грим меня пугает в меньшей степени У нее сложный костюм Там много составных частей Они все из разных тканей, из разных фактур Нужно, чтобы все идеально сидело Вот это меня пугает больше Субтитры создавал DimaTorzok Выражаю благодарность тем участникам фестиваля Кто откликнулся, дал мне интервью и рассказал немножко о себе Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok